Беспилотники – важный элемент войны на Востоке. Их используют обе стороны конфликта. Что касается украинских беспилотников, то армия страны в настолько плачевном состоянии, что эти волонтёрские батальоны используют аппараты, сделанные своими руками. Ну, получается, мы сейчас с одной из самых мощных армий воюем тем, что сделали сами. Сейчас используем, наверное, больше для контроля. Мы должны понимать, отверлили технику, на какое расстояние отверлили, не подходят ли вражеские силы. Этот беспилотник сейчас в Донецке. В Донецке он, да? Да. Покрутило, покрутило. 14, ну, 60, и всё, я домой. Рисковать не будем. Ресурсы настолько ограничены, что солдаты боятся потерять аппараты, если отправят их слишком далеко, откуда они не смогут вернуться. Почему не может долго... О, о, он начал, ты видел? Пропал. Ёлы-палы. Мужик, это кушилка. Набор высоты. Это неправильная высота. Неправильная высота. Ну, родной, давай, давай, борись. Так, высоту, я поставлю... Если, если... Лучше не ставь набор высоты, а кум разрядишь. Тихо, тихо, успокойся, если мы увидим, что высота упала, я сразу по нему высоту. А если будет сто, что мне делать? Он не понимает, где он. Он не просто сбился, он кружит, у него высота минус 130 метров, тут 3 километра. Это называется РЭП, военная технология. И у кого она есть? У русских. Её нет, её нет у сепаратистов. Их всего, я говорю, их всего 10 штук на всю Россию. Одна из них привезена сюда. Есть, он нашёлся. Есть, есть, есть. О, появился ДПС, да. Ух тыж, как он ушёл. Да, давай. Ух тыж. Ребята, теперь только молимся. Слышишь, может его куда-то оттащить, в такое место, чтобы по ветру было, чтобы мы его поймали тут. За Красногоровкой, между Красногоровкой и Невельским, наша территория, и можно ли выйти с ними на связь? Не дай бог на воду упадёт. Не, не, куда-куда, сюда, сюда, воведу. Лучше дать, киль на поле. Сюда на поле. Всё, наверное, всё. Заглушили. Заглушили РЭПом наш сигнал. Пришлось отведить его на нашу территорию и положить где-то в поле. Сейчас поедем искать. Ещё 10 километров до нужного посёлка, что довольно далеко. Какой заряд батареи остался у беспилотника, неизвестно. Если он разрядится, то найти его будет практически невозможно. Ничего не вижу. Ну, сейчас надо выглядывать, где он может лежать. Нашли, это удивительно. Он идёт сюда. Он идёт, он идёт здесь. Я только в детстве был так часто, и по тренироваться. Вот та работа, которую вы видели, это, наверное, процентов 30. Самое сложное, это проанализировать всё, посмотреть. Поэтому можно с спокойной совестью, в принципе, ехать на базу. Так вот. Так вот. Продолжение следует...